Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Возможно ли исповедь по телефону, вы спрашиваете. Вот сейчас в наше пандемийное время, очень многие задаются этим вопросом, и можно слышать разные на этот счет мнения. Я лично считаю, что исповедь по телефону возможно, несмотря на то, что все, о чем мы с вами говорим по телефону, тут же становится не только нашим достоянием, но и общим достоянием. Но, с другой стороны, никто нас с вами в основном не прослушивает. Если мы ничего плохого не делаем, то эти данные никогда никто не увидит и не услышит. Я давно, честно вам сказать, практикую исповедь по телефону. Объясню почему. Потому что по двум причинам. Во-первых, когда-то еще в юности я услышал от своего духовного отца фразу кого-то из старцев, что беседа с духовным отцом приравнивается к исповеди. И я тоже так считаю, я тоже так считаю, учитывая, конечно, то, что рано или поздно все эти беседы и все высказанные на них мысли должны дойти до разрешительной молитвы. Обязательно, потому что таинство есть таинство. Но у меня есть духовные дети, которые живут в других государствах, например. Или кто-то из моих духовных детей отправляется куда-то путешествовать там надолго или что-то еще происходит. Есть разные ситуации. У человека есть потребность исповедоваться. И часто он находится в стране, где либо нет православного храма, либо он не говорит на том православном языке, на греческом, например. Он не имеет возможности исповедоваться у греческого священника. А необходимость в исповеди острая. Вот этой острой необходимости в исповеди никто не отменял. Если мы с вами будем читать описание подвижников древности, то мы увидим, что часто брат приходил к старцу в келью, исповедовал свой грех, выходил от него и, будучи смущаем помыслами, не успевал доходить до своей кельи, возвращался обратно. И опять исповедовался. Так продолжалось много-много раз. И старцы не возбраняли этого, понимая, что сердце человеческое болит от совершенного греха. Поэтому, а куда человеку, и как, и каким образом сегодня на таких далеких расстояниях мир изменился. И то, что раньше было невозможным расстоянием, сегодня можно преодолеть за несколько часов. Мир изменился, и учитывая это, нам тоже надо определенным образом меняться и быть снисходительным к людям, а не выстраивать вокруг этого какие-то там, в общем, по большому счету, ничем не подкрепленные полубогословские основания. Еще раз повторяю, что такая исповедь, рано или поздно, когда человек возвращается, или когда он находит священника, который может прочесть над ним разрешительную молитву, должна заканчиваться совершительной молитвой. Потому что, конечно, ни по телефону, ни по видеосвязи ты, Петрахиль, человеку на голову не положишь. С одной стороны. А с другой стороны, давайте не будем забывать, что исповедь — это таинство о слове. Человек произносит слово, и священник произносит слово. И Петрахиль, конечно, достаточно позднее уже изобретение в каком-то смысле. Поэтому будем исходить из любви. И вообще во всем давайте исходить из любви и руководствоваться любовью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok